Девушки отдыхают Мог ли себе представить в те дни, когда захватывали НТВ в 2001 году тогдашний 37-летний Владимир Соловьев, что всей своей последующей карьеры он заслужит позорное и неоспоримое звание одного из самых мерзких пропагандистов в истории современности? Учитывая, что в путинской России за это звание развернется настоящая конкурентная борьба. В этом выпуске я, Любовь Соболь, расскажу, как один самовлюбленный и завистливый журналист, дорвавшийся до путинского сапога и государственной кормушки, превратился в самого ненавистного пропагандиста страны. И объясню, почему сегодня для Владимира Соловьева наступают по-настоящему опасные времена. И даже навыки единоборств, о которых он так любит упоминать, его вряд ли спасут. В жизни же вообще, когда надо избавиться от человека, вы просто берёшь за горло. Обычно обзорные ролики про Соловьёва строятся на том, что он часто врёт и переобувается в воздухе. Обязательно приводится канонический пример с Крымом. Когда мы говорим, а вот давайте Хрущёв отдал, мы присоединим, но Хрущёв же отдал абсолютно легитимно. Были законодательные акты. Он это сделал на основании определённых документов. Если мы вдруг говорим, это значит война. Вы хотите воевать с Украиной? Ну и, конечно же, его речь о свободе слова и Владимиру Путине, когда тот расправлялся с телеканалом НТВ. Страна абсолютно византийская. И все обращения, которые здесь звучат, это обращения в ушко президенту. Президент, может быть, захочет, а может быть, не захочет отдать очередному боярину очередную вотчину. И он с этой вотчиной будет разбираться. А холопы это примут. Но делать очередной ролик про то, как Владимир Соловьёв врал и приобувался на лету, всё равно, что рассказывать о том, что вода мокрая. Владимир Соловьёв – лжец и беспринципный конъюнктурщик. Это известно всем, кто в состоянии мыслить логически. Но интересно понять, как Соловьёв превратился в то, во что превратился. В чём секрет его успеха – серпентарий федерального российского ТВ. Владимир Рудольфович Соловьёв родился 20 октября 1963 года в Москве в интеллигентной семье. Отец и мать – педагоги. Учился в престижной школе номер 27 с углублённым изучением английского. Пишет, что в школе участвовал в самодеятельном театре в постановке Шекспира, а в старших классах заинтересовался каратэ. Отпечаток, который отложили эти ранние увлечения, проявляется и по сей день. А то, знаешь, вот эта рука может голову в другое положение тебе привести. И долго ты её потом будешь из своей задницы вытаскивать. Просто сверху по куполу врежу. В 1986 году будущий пропагандист закончил Московский институт стали и сплавов по специальности инженер-металлург. Позже поступил в аспиратуру Института мировой экономики и международных отношений. В конце 80-х Соловьёву посчастливилось поработать в Комитете молодёжных организаций с другим талантом, подающим большие надежды – Дмитрием Рогозиным. В начале 90-х Соловьёв уехал в Америку. По его словам, его пригласили преподавать экономику в Университете Алабамы. Однако долго преподавать не получилось. И, по словам Соловьёва, разорвать с ним контракт университету настоятельно рекомендовало Федеральное бюро расследований. Соловьёв вернулся в Россию и активно занялся бизнесом – производством оборудования для дискотек. Опять же, по его словам, дело шло хорошо. Были какие-то заводы в Москве, потом в Филиппинах, а товары продавались по всему миру. Так что, объясняя происхождение средств, на роскошные итальянские виллы Соловьёв – пропагандист, начало нулевых. Часто ссылался на Соловьёву-бизнесмена середины 90-х. Мол, успешно продал бизнес и грамотно инвестировал деньги. Для особо одарённых я повторю. Во-первых, я бизнесмен. 1997-й – важный год в жизни Владимира Соловьёва. Начинается его карьера в медиа, причём довольно случайно. И по иронии судьбы, проводником Соловьёва в этот мир стала Наталья Синдеева – основательница телеканала «Дождь». Но в то время она была основательницей другого «Дождя» – Серебряного на «ФМ-волнах». Я часто про себя говорю. Я хороший человек, но у меня есть один пробел в карме. Я привела на радио Владимира Соловьёва, нынешнего ведущего ВГТРК. Он в то время никакого отношения не имел к журналистике. Но однажды он случайно оказался у нас в эфире. Я его услышала и убедила Диму Савицкого, что его надо взять. Мы начали в него вкладываться, развивать. И вот так я породила, собственно, то, что породила. Соловьёв проработал на «Серебряном дожде» довольно долго. Вёл программу «Соловьиные трели». Сама же Наталья Синдеева была вынуждена уйти с радиостанции. И за кого бы вы думали? Правильно. Но об этом позже. Сперва о том, как Соловьёв дебютировал на ТВ. Случилось это в 1999 году на ОРТ. Так тогда назывался «Первый канал». Там появилось ток-шоу «Процесс». В одном из выпусков Соловьёв даже предлагал выдать замуж дочь Путина за сына Владимира Жириновского. Давайте доведём вашу идею, которую вас подхватил президент Путин, до её разумного воплощения. У вас купец, а у нас товар. То есть почему же тогда дочь Владимира Владимировича Путина не выйдет замуж за вашего сына? Тогда сольются в едином революционном, извините, контрреволюционном экстазе ЛДПР, прародитель идеи, и её доблестный воплотитель Владимир Владимирович Путин. Я робко смею напомнить, что у нас дискуссия сегодня не о маргинальных браках между лидерами страны. Я подбирался к дочери Ельцина, но она замужем. Как говорится, хорошие ведущие и темы интересные. В том же году он начал вести программу «Страсти по Соловьёву» на канале ТНТ. Стоит признать, что Соловьёв всегда отличался большой работоспособностью, чего не скажешь о креативности в придумывании названий для своих передач. «Страсти по Соловьёву», «Завтрак с Соловьёвом», «Соловьиная ночь» – всё это программы, выходившие в конце 90-х, начале нулевых на ТНТ, ТВ6 и ТВС. Наверное, уже тогда можно было догадаться, что в упитанном теле Соловьёва взращивается огромное эго. Но телевизионный образ Соловьёва в те годы совсем не тот, к которому мы сегодня привыкли. В 2001 году, в дни разгрома и захвата НТВ, Соловьёв критиковал Путина и государство. Даже Господь Бог даёт свободу выбора. Ты можешь выбирать и можешь не выбирать. Не президенту Путину этого лишать. Более того, Соловьёв после этого успел поработать с журналистами Старого НТВ на каналах ТВ6 и ТВС, пока их тоже не закрыли. Примечательно, что когда в 2002 году от эфира отключали ТВ6, последнее, что увидели телезрители канала, эфир программы «Соловьиная ночь». Власть сделала своё абсолютно чёрное дело. В Москве нас больше нет. А ты звук-то даёшь на регионы? Это ничья не вина. Такая у нас власть, такая у нас жизнь, такое у нас время. Всего вам хорошего. До свидания. Соловьёв здорового человека закончился примерно в 2003 году. И постепенно на телевизионную авансцену выходил Соловьёв-конъюктурщик. Именно тогда Владимир Рудольфович устраивается на телеканал НТВ, то есть спустя всего два года после захвата телеканала Кремлём. Пожалуй, самое известное его ток-шоу на НТВ – «К барьеру». Дальше выяснилось, что принципиальный критик Путина и борец за свободу слова может быть довольно гибок в своих принципах, если с ним умеет договариваться. Например, в 2005 году Соловьёв принял участие в учредительном съезде молодёжного движения «Наше», созданном администрацией президента. Обыкновенные нашисты встретили речь Соловьёва овациями. Сейчас так можно рассуждать. Умер старик на улице – виноват Путин. Перегорела лампочка в подъезде – тоже виноват Путин. Если кто-то не может себе задницу потереть – тоже Путин во всём виноват. Надо сделать так, чтобы всё было по-другому. Другими словами, надо сделать так, чтобы Путин был ни в чём не виноват. Уж сегодня-то мы знаем, что Соловьёв в своей работе отлично придерживается данного правила, которому когда-то учил нашистов. Самое время вспомнить про «Серебряный дождь», на котором Соловьёв продолжал работать. Должно быть, примерно тогда Наталья Синдеева начала понимать, какого монстра она впустила в свою радиостанцию. Наступил момент, когда Соловьёв уже начал играть в свою игру, в том числе и на радио. Он играл и в политические игры, и в коммерческие. У него всегда были свои интересы. Мы не могли на это повлиять, и это очень сильно било по нашей репутации. Я приходила к Диме и говорила, «Послушай, надо закрывать Соловьёва». Но он был коммерчески очень успешный и приносил нам хороший доход. И у Димы не хватило сил, менеджерских, коммерческих, чтобы закрыть этот проект. Я поняла, что если я не могу изменить обстоятельства, значит, я должна изменить себя. И приняла решение уйти с радио, которому было тогда 13 лет. Впрочем, после ухода «Серебряного дождя» Наталья Синдеева основала телеканал «Дождь». Можно сказать, что Соловьёв уж как минимум ускорил появление прекрасного телеканала. А что за коммерческие и политические игры были в радиоэфире, догадаться несложно, зная дальнейшую биографию Соловьёва и его любовь к деньгам. Уже будучи матёрым пропагандистом, с 2014 по 2016 годы его компания «СВ Консалтинг» получила от Сбербанка на госзакупках более 300 миллионов рублей лишь за то, что в своих эфирах на радио Вести ФМ тот критиковал вложняков Сбербанка. Что ж, неплохая прибавка к зарплате. Но вернёмся к более раннему Соловьёву. О том, что с этим персонажем явно что-то не так на психическом уровне, можно было догадаться ещё в 2005 году, когда на свет вышел его первый художественный роман со скромным названием «Евангелие от Соловьёва». Те, кто имел удовольствие читать эту книгу или хотя бы отзывы к ней, знают, что в данном бредовом по своему содержанию произведении с каждой страницы сочится небывалое патологическое самолюбование. Герой романа, некто Владимир Соловьёв, должен подготовить мир ко второму пришествию Христа. По ходу своей миссии апостол Соловьёв пересекается и с Путиным, и с Белым Гейтсом, и с Папой Римским. Что я только что прочитал? Этим вопросом чаще всего задаются те, кто осилил это литературное пиршество самолюбования и мании величия. Это сегодня мы видим, как телевизионное эго Соловьёва раздулось до небывалых размеров. А тогда, в середине нулевых, многие были удивлены, что вроде бы адекватность виду телеведущей на самом деле так тащится от себя любимого. Впрочем, с этой нулевые, когда Кремль потихоньку прибрал к рукам телевидение, а народ этому не особо сопротивлялся, эфиры Соловьёва за неимением достойных конкурентов смотрелись в выигрышней остальных общественно-политических программ. К «Барьеру» регулярно выходили гости. Велась какая-никакая дискуссия. Если Соловьёв подыгрывал кому-то, то ещё не так топорно. Также на НТВ выходила программа «Вечер с Владимиром Соловьёвым», но долго не прожила из-за низких рейтингов. В 2009-м закрылась и к «Барьеру». Предположительно, из-за критики однокурсницы Дмитрия Медведева, которая претендовала тогда на пост председателя Федерального арбитражного суда Московского округа. Так или иначе, Соловьёв на целый год остался без телеэфиров. Очевидно, что одного года Владимиру Рудольфовичу хватило, чтобы понять правила игры и принять от Кремля полное послушание. В 2010-м году Соловьёв возвращается в телеэфир, но уже в качестве сотрудника ВГТРК на телеканал «Россия». Соловьёва пригласили быть пропагандистом, и он это отлично понимал. Ведь за несколько лет до этого, только начав карьеру на НТВ, рассуждая о телевидении, Соловьёв сказал следующее. «Телевидение всегда несёт одни и те же функции. СТС будет развлекать, Россия пропагандировать. Другого варианта нет, это будет всегда. Телевидение всегда будет разным». Так Владимир Рудольфович Соловьёв официально стал пропагандистом Кремля. «И ты для них работаешь, а без них мы никто». В принципе, на этом биографическую часть ролика можно заканчивать, потому что Соловьёв в эпохе ВГТРК – это тот самый лживый и беспринципный Соловьёв, которого все знают и ненавидят. Да, была программа «Поединок», в которой он постоянно подыгрывал тому, кому надо. Появился вечер с Владимиром Соловьёвым с одними и теми же говорящими головами. В конце концов, некогда критик самого президента стал ведущим под обострастной до тошноты программы «Москва, Кремль, Путин». «Дикая природа есть дикая природа, ее никто не может обуздать». «Кто-то занимался безопасностью?» «Безусловно. Безопасностью президента занимаются постоянно те, кому это положено. Ну и потом медведь, медведь, но он же видит, что это Путин». «То есть понимаете, что нельзя?» «Ну конечно». Разумеется, что росла критика со стороны зрителей и пользователей в интернете. И это очень било по самолюбию Владимира Соловьёва, как бы он ни старался убедить всех в обратном. Пишут в Телеграме, что Владимир Соловьёв – это человек обидчивый. Вообще нет. Я настолько тефлоновый, что люди себе даже это представить не могут. В какой-то момент тефлоновый Соловьёв начал банить всех в Твиттере за любую критику в свой адрес, чем еще больше выставил себя посмешищем. Как говорится, ставь лайк, если тебя тоже в Твиттере забанил Соловьёв. «Ну для начала хочу ответить, что я презираю людей, которые подписываются никами, а не своими именами. Если такой смелый, хотя бы оставь, как тебя зовут и кто ты. А так, когда тявкает из-за угла, мне радует, что вы тявкаете. Потому что за людей я вас не считаю». Представься, мразь, соловьиный помёт, желудочный баллон, хлопотливая тётенька. Какие только мемы не прилипали к Соловьёву все эти годы. Поистине, заслуженная народная любовь. Если раньше Владимир Рудольфович перепевал песни лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова, то теперь сам классик русского рока Борис Борисович посвятил песню народному любимцу. Гигантская мания величия. Вот что не дает покоя автору романа «Евангелие от Соловьёва». Он может закипеть от любой критики в свой адрес. Самолюбие Владимира Соловьёва может соперничать только его же зависть. И у этой зависти есть конкретное имя. Я не собираюсь смотреть целиком, меня тошнит от пошлости Дудя. Мне вообще неинтересный персонаж. Да одна моя фраза, сказанная на радио, расходится многомиллионными просмотрами по Ютьюбу. Даже если 10-14 миллионов что-то смотрят, мне вообще на это попало. Вот лучше бы он рекламировал «Хэддэн Шоудерс». В этой башке, кроме химических элементов Проктера и Гимбл, ничего другого не обнаружено. Ой, Господи, смешно. Самая фраза «завидовать Дудю». Ладно. Странно. Да, Владимир Рудольфович, мы поняли, что Юрий Дудь вам вообще ни разу не интересен, а его слава на Ютьюб вас никоим образом не задевает. Удивительно, насколько же человек, который постоянно находится в прямом теле и радиоэфире, не научился маскировать свою зависть. Может, при виде Дудя он вспоминает себя молодого и свое журналистское прошлое, и это не дает ему покоя? Не знаю. Пусть в этом и разбираются психологи. Да, кстати, интересно, обращался ли Соловьев за помощью к психологам после утраты самого дорогого, что у него есть, шикарных вилл в Италии и возможности проводить время с семьей в этой замечательной европейской стране, кстати, члене НАТО. Понимаю, Владимир Рудольфович, какая-то для вас большая личная и семейная трагедия – попадание в санкционные списки, учитывая, что прямо перед началом войны вы затеяли ремонт на новой третьей вилле. Но справедливости ради многие должны сказать вам спасибо. Теперь россияне правильно ставят ударение в слове «кома». А кто-то и вовсе благодаря вам впервые узнал, что есть такое озеро в Италии. И немного о народной любви. Все-таки Владимир Соловьев – уникальный персонаж. Вроде бы всеми фибрами души поддерживает войну, а на дни в своем телеграм-канале потешается военный преступник Игорь Стрелков. Вроде бы Соловьев борется в своих эфирах с мерзотной либеротой в Екатеринбурге, а ему вдруг прилетает ответочка от местного шансонье. И если бы тебе делала замечание уралмашевская группировка, которая тоже убежден, настроена патриотично в отношении нашего города и нашего региона, они бы тебе по-другому сказали. Они бы тебе сказали, слышь, ты, Штрибан, ты фильтруй хрюканину насчет нашего города, а еще лучше закуси свое поганое жало. И судя по реакции в интернете, людям понравилась такая манера общения с Соловьевым. Правда, позже певец блатных песен Александр Новиков поучаствовал в примирительном эфире с Соловьевым. Видимо, откуда-то сверху Новикову пришла молява, что не время классово близким ссориться. Как говорится, что ж ты, фраер, сдал назад. Но здесь важно другое. Очень-очень много обычных людей из народа с большим удовольствием посмотрят на то, как в будущем будут расправляться с Владимиром Соловьевым. Ведь он настолько живое олицетворение лживости, беспринципности, зависти и самолюбования, что любой последующий режим без колебаний избавится от этого токсичного мерзавца. И в чем точно не приходится сомневаться, мы еще обязательно увидим очередной фантастический фокус с переобуванием. В этом уверены и те, кто привел Соловьева в профессию. Конечно, Соловьев ни во что не верит. Это просто циничный, конъюнктурный. Более того, он первый, кто попытается переобуться, когда все поменяется. Сто процентов. Я прям это представляю. Я не знаю, что он будет говорить, но он будет переобуваться очень быстро. Владимир Соловьев – лживый, циничный и продажный кремлевский прислужник, который предал себя, предал профессию и предал страну. Человек, который все эти годы разжигал ненависть сограждан друг к другу и ко всему остальному миру. Военный преступник, на чьей совести тысячи смертей и миллионы отравленных враньем душ. Человек, который вместе со своими коллегами-преступниками рано или поздно обязательно ответит за все, что он произнес в теле и радиоэфире. Мы знаем, мы делаем лучшее в мире телевидения. Мы, каждый на своем канале, каждый в своей программе. Мы создаем тот потрясающе интересный продукт, который, по идее, не должны были бы создавать. Ну, казалось бы, наша экономика не так высоко стоит. Но наше телевидение потрясающее. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова